В канун Нового Года самое важное, что нужно знать, так это где и как хорошо провести время. Здравствуйте, вы смотрите программу Город Эсс, с вами Мариана Мирная в гостях. У меня сегодня те люди, которые откроют все секреты новогодней ночи. Руководитель Департамента культуры, туризма, молодежной политики Татьяна Викторовна Шестопалова, Игорь Шадрин, режиссер нашей большой самой площадки на площади Куйбышева, ответственный за все, что там будет завтра происходить. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, ну вот большая была подготовка, и уже вот час икс, он практически вот-вот наступает нам на пятки. Все готово? Да? Все готовы? Конечно, конечно. У нас вчера открылась вот эта вот большая грандиозная площадка, о чем мы сегодня будем говорить. Я думаю, у нас будет новогодняя ночь, вот впереди уже вот-вот, прям вот-вот, все тоже, все готово, все, все вот работает. Давайте расскажем, что нас ждет завтра, потому что все предновогодние, да, люди уже там салаты практически нарезали, все-все-все готово, и хочется же выйти в люди, да, в новогоднюю ночь выйти на площадь Куйбышевую, выйти к народу, это большая такая русская традиция. Что мы там увидим? Как там все будет? Во сколько что начнется? 31 декабря продолжится также показ 3D-мейпинга, который уже многие жители нашего города видели, начнется он также в 18.00, окончание его в 22 часа, и в 22.30 уже начнется наша новогодняя программа, она продлится до половины третьего утра. Ну, о деталях какой-то программы Игорь уже расскажет в своем выступлении, потому что, я, конечно, безусловно, все знаю, но у него это может получиться значительно интересней, вот. Общая вот протяженность по времени, она такая вот, интересная, достаточно насыщенная, как всегда, с большим количеством интерактива, сувениров и подарков от спонсоров, даже с футболом немножечко, потому что есть о чем поговорить, есть что рассказать, есть что показать, и, конечно, с подведением итогов года мы увидим те яркие события, которые в этом году были у нас в городе. Такой небольшой будет у нас видеосюжет, посвященный всем событиям, масса творческих, и, конечно, выступлений. Ну, если Игорь немного расскажет о творчестве. Да, могу, могу. Да, в этом году, правда, насыщенная программа, как и всегда, даже, может быть, чуть более насыщенная, чем обычно, потому что у нас там очень много всего. У нас там и выступление Добро народного коллектива, там прям крупное такое, крепкое, с поддержкой еще танцевальной. Вот, у нас есть патриотичное название кавер-группы Виа Куйбышев, то есть будет там это все, да. У нас есть блок, такой песенный блок, мы сделали такой отсыл к кинофильмам, в котором звучит тема о Самаре. И сделали такой крепкий песенный блок, тоже он будет в наличии присутствовать. Ну, вот расскажи, какой песенный блок, он же сам по себе достаточно очень интересный, когда сидели... Ну, у нас есть, да, у нас есть кинофильмы, в которых Самара звучит, это и «Двенадцать стульев», это и «Белое солнце пустыни», это и «Елки», даже там, это и... Социальная реклама девяностых, мы так вспомнили тот замечательный сюжет. Где красивые девушки наши, да. Ну, не только красивые девушки, причем из космоса, ну, да, 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 красивые там тоже. Красивые есть, и, конечно, все это сопряжено с песнями наиболее известными, известными уже не одно десятилетие, это наше посвящение году кино. Поэтому такой интересный сюжет, исполнять песни будут молодые наши самарские певцы и артисты, и будут как раз блок песен на Самаре, мы таких самых известных тоже собрали, для того, чтобы можно было бы вспомнить, что же пелось в разные годы о нашем родном городе. У нас еще событийный ряд-то, конечно, правильно, есть, мы будем делать отсыл к футболу, это безусловно, то есть... Футбол и фристайл. Да, фристайл будет у нас, какой-то такой небольшой кусочек, ну, такой крепкий кусочек, прям интересный, вот. Конечно же, у нас будут там, как уже не первый год, будут такие, ну, так мы их называем, хозяева, такие маленькие помощники, там, вот этого всего действия, такие снеговички, которые с мандаринами будут, там, прям мандарины в заблуде, раздавать. Да, будет понятно же, у нас будет там появление главного, там, символа года следующего петуха, у нас будет очень необычно такое изображение, символ Деда Мороза, он будет шестиметровый, он будет... Мороз, это просто Мороз, да, то есть прям вот это все будет, я думаю, будет очень интересно и для зрителей телевизионных, и, конечно же, для зрителей, которые будут на площади, вот. Ну, и, конечно, у нас есть группа, которую мы рады будем видеть, я думаю, что будет много, кто рады видеть, практически все, это группа «Поднимаем руки вверх», которая будет петь, аж три блока будут работать ребята, там, тоже с поддержкой, с подтанцовками, там, и так далее. Будет жарко, да, в этом... Ну, потому что, естественно, уже по ощущениям, мы же на площади Куйбышева не первый год с Игорем вместе делаем программу, понимаем, все приходят повеселиться. Всегда это действительно интересно по своим ощущениям, конечно, и видеопоздравления президента Российской Федерации, губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина, главы городского округа Самара Олега Борисовича Фурсова, других общественных деятелей, без этого, конечно, никуда, вот. Но ощущение единения в момент встречи Нового года, конечно, ощущается, такой эмоциональный накал, и все танцуют, поэтому, конечно, не поднимайте руки вверх, потому что хочется потанцевать, такое, как говорит молодежь, ретро, как хорошо, что это будет, ретро. Слушайте, не боитесь переборщить? Есть такой вообще шанс, что так много вы всего напридумывали, а что-то вот, ну, я не знаю, слишком много будет, и люди не успеют все посмотреть или везде сходить? Нет, ощущения много никогда не бывают, ощущения много никогда не бывают. Но тут же еще надо понимать, что есть же люди, которые пришли до, которые после, да, и нужно... Публика меняется. Да, нужно же, чтобы для всех было интересно, для всех нужно, чтобы была динамика, чтобы был праздник, это, мне кажется, вообще такое ощущение перегруза, нет, нет. Мне кажется, наоборот, это все идет, идет прям праздник, праздник. Ну, немножко лукавит Игорь, ему немножко плотно, сложно работать с такими плотными блоками, он всегда говорит, не давите на меня. но нет, ощущений перегруза абсолютно нет, потому что максимально, да, все, что будет идти со сцены, по своему эмоциональному заряду и позитиву достаточно очень горячо, очень горячо, потому что, я говорю, фольклорный блог такой очень мощный, колоритный, да, прям интересный, мне кажется, будет достаточно. Поэтому нет, нет, все очень разумно и все в меру, все в меру. Ну вот о мире тоже хочется поговорить, смотрите, всегда у нас есть на больших праздниках на площади Кобышева нас там через металлоискатели пропускают и так далее, здесь же тоже будет какая-то история связанная с безопасностью. Да, Марина, здесь с пониманием нужно относиться к этим моментам, это уже не первый раз, и большинство посетителей массовых мероприятий уже четко знают, что ограждение, безусловно, в целях безопасности, рамки металлодетекторов, пропускной режим, ограничение въезда на площади Кобышева, улица Чапаевская будет закрыта, в границах улицы Красноармейской и Вилоновской, все это для того, чтобы прошло это все достаточно безопасно и комфортно для наших посетителей. Поэтому с пониманием нужно отнестись к этим моментам, с уважением к тем требованиям и к тем пожеланиям, которые даже пожеланиями, я бы так сказала, высказывают представители правоохранительных органов, ничего лишнего. Естественно, отдельное, конечно, обращение всегда у нас бывает к большинству участников этого мероприятия и жителей нашего города, это не использование отдельных пиротехнических предметов, потому что все это находится внутри пространства. Сложно иногда бывает с этим моментом, не хочется, чтобы праздник был не испорчен ничем. Хотя вот шесть лет мы празднуем Новый год на площади Кобышева, и ни разу не было ни одного эксцесса. Ту-ту-ту. Да, ну и не будет сейчас, конечно, безусловно. Кто будет дежурить, какие-то группы, там, медики, да, правоохранительные? Да, безусловно, безусловно. И представители правоохранительных органов, и обязательно присутствие будет и медицинские службы, и представители частного охранного предприятия. В зоне предполагаемого фейерверка, сейчас мы вот технически отрабатываем моменты по возможности его проведения, несловно будут представители соответствующих, сложно находиться, потому что мы знаем, учащаются случаи худших исходов при проведении фейерверков, поэтому сейчас мы все прорабатываем достаточно грамотно, надеясь, все произойдет достаточно разумно у нас. Слушайте, ну вот есть такой момент, когда ожидаешь праздника, ожидаешь этого чуда, вот этот праздник случился, и вот как-то все такие, фух, все, Новый год наступил, а дальше-то у нас уже 10 дней практически свободных, и нужно же не просто валяться перед телевизором, нужно же тоже ходить, в люди же нужно ходить. Ну да, 1 января всегда в городе очень тихо, и на площади Куйбышева действительно очень тихо, такое приятное ощущение абсолютного спокойствия, сна. Мало кто видит площадь Куйбышева в 5-6 часов утра, кроме нас и тех служб, которые убирают площадь Куйбышева. Да, и весь город, он очень такой тихий. Да, будет чем заняться именно на площади, поскольку мы сегодня о ней больше говорим, потому что вот состоялось открытие работы нашего нового проекта в гостях у Самарского Деда Мороза, поэтому, конечно, хочется сказать, что он будет принимать своих маленьких юных гостей вместе с родителями в январе месяце, с 1 по 8 января. Вот, у Игоря тоже есть по этому поводу несколько сообщений, раз мы в студии вдвое, да, потому что каждый день будет, три интересных хочет будет дня, когда к Деду Морозу будут приезжать особые гости. Расскажите, что за гости. Вот, смотри, надо сейчас рассказать людям, потом никто ничего не вспомнит, не услышит, нужно сейчас знать. Да, ну, вот, прежде чем, Игорь, расскажет о наших гостях и каких-то отдельных моментах этого всего большого чуда, мне бы хотелось еще раз обратиться к мамам и папам, бабушкам и дедушкам, мальчикам и девочкам, нашим гостям. Конечно, желающих увидеть и побывать в сказке и встретиться с Дедом Морозом очень много. Но, тем не менее, мы стараемся работу выстраивать таким образом, чтобы все успели посмотреть. Но Дед Мороз уже обратился к детишкам с тем, что, ну, круглосуточно работать он не может. Поэтому, конечно, у него дело не в возрасте его, а в делах, которые у него есть даже и после Нового года. Ведь задержится он еще на целых восемь дней. Поэтому работает и принимает он у себя в гостях с 12 до 20 часов с отдельными перерывами, потому что надо и немножко чуть-чуть передохнуть, и, конечно, привести усадьбу его помощникам в порядок. Поэтому вот здесь это отдельные моменты. И достаточно аккуратно смотреть на то, как мы приходим, во сколько приходим, в чем мы приходим. Всегда теплоодетые, всегда обутые. И, конечно, с пониманием относиться еще раз ко всем организационным моментам и к моментам безопасности. Ну, расскажи, какая у меня скучная роль. Я все время какие странные вещи говорю о металлодетекторе. Нет, очень, очень, конечно, этот проект, он новый у нас, правильно, да, вот мы его попробовали, вот только-только. Вот, очень он интересный, но, я думаю, что не только для нас, а для всех, потому что вот уже практика покажет, что даже сарафанное радио, что, да, надо вести детей, надо, вот. И поэтому, да, мы очень сильно стараемся, чтобы как можно больше детей попало, прошло, посмотрело, ощутило вот это. Очень сильно стараемся. Посмотрим, что будет вот еще в январские дни. Вот, у нас есть что там, у нас понятно, что есть вот этот сам непосредственно дом, где вот это вот волшебство и таинство, что-то внутри, я уже там, ну, наверное, там можно будет сфотографироваться, там можно будет загадать желание с Дедом Морозом. Понятно, что встретиться с ним, увидеть непосредственно вот в этой вот атмосфере его. Ну, и сувенирчик же он каждому уже дарит. Маленький, но сувенирчик всегда Дед Мороз останется у каждого ребеночка. Да. Вот, у нас перед домом есть такой волшебный лабиринт с персонажами, с различными там и Баба Яга, и Василиса Премудрой, там, снеговики, то есть там можно будет... Снежин Королева. Снежин Королева, да, и побегать. Можно будет там и на вопросы поотвечать, можно будет посмотреть там на сани, например, на которые Дед Мороз приехал там. Можно посмотреть, и это все оформлено очень красиво, красиво, то есть это вот, ну, настоящий, ну, настоящий лес. Детишки куда-то там попадают, особенно когда вот это все спортсветка. У нас взрослые попадают, им больше там интереснее, чем детям. Я могу сказать по обратной вот связи, да, что взрослым, оказывается, это значительно интереснее. Ну, действительно, очень получилось все симпатично, потому что все-таки первый проект, мы это делаем, мы для себя тоже анализируем ситуацию, конечно, методом проб и ошибок, безусловно. Ну, и творчески, конечно, большое количество людей в этом, во всем было задействовано, сейчас-то уже можно об этом говорить. Вот так, знаете, я сразу даже представить вообще, не могла, сколько это и людей, вот, но это порядка 200 человек готовило. Это очень большая команда людей, это команда и артистов наших, потому что это, ну, большой достаточно процесс, люди, которые помогают встречать наших гостей. У Игоря очень достаточно серьезная группа, группа администраторов, и это люди, которые строили сам дом. Это тоже большая команда людей, их только в целом компания. Я хотела про этот дом, да, еще немножко поговорить, потому что мы с вами встречались как раз на этой площадке, где только начиналось строительство. Но вот меня с того момента не покидает вопрос. Вот сейчас дом стоит прекрасно на площади Куйбышева, чудесный. А дальше, а потом? Куда он денется потом? Марьяна, поверьте, мы же каждый год будем этот дом видеть. Дом никуда не пропадет. Мы действительно понимаем, что по окончании работы уже от нашего проекта дом обретет свое место. Вот, мы ищем это место, советуемся Деду Морозу, помощниками, с Снегурочкой. А как дальше пойдет проект, все-таки покажут еще результаты. Как мы отработали, конечно, мы понимаем, что спрос есть. И, конечно, у Деда Мороза должно быть и больше комнат. Ну, вот он же так неожиданно к нам приехал. Поэтому в этом есть пока вот такой момент. Но я думаю, все будет хорошо. Не одного года это... Конечно, не только же в зимние праздники, да, есть желание, наверное, посетить, сходить. Ну, у Деда Мороза работа круглогодичная. Круглогодичная. В каждое, да, определенный промежуток времени он занимается делами, потому что... И жить-то ему нужно все равно в особо прохладных условиях. Мы же понимаем это все. Мы посмотрим. Вы уж все тайны-то у нас не раскрываете. Я же вам рассказываю о таких вот вещах. Сколько людей, какие были у нас замечательные лесорубы. Их только почти работало над этим проектом почти 20 человек. Те, кто делали чудеса. Ребята, которые вот... Дубыни называется. Их объединение, которые собирали эту замечательную избушку на курьих ножках. Удивительно талантливые, очень организованные, очень трепетно относящиеся ко всем проектам. Особое отношение к мебели, к трону. То есть вот эти маленькие детали, конечно, отрабатывались большим количеством человек. С любовью собиралась эта елочка, оформлялся интерьер самого дома. То есть задача была сказки. Вот этот вот стол его рабочий, на котором там вот эти вот все предметы, которые, они вот прям любовно вот подобраны, они там вот начинают к жилевских вот этих вот штучек всяких волшебных там. То есть это правда. Оно навевает, сразу навевает эту атмосферу. Слушайте, какая сказка, а? Как здорово. Мы счастливые люди, потому что мы уже, наверное, около трех-четырех недель живем вот в этой сказке, когда все собирается... Как, что, а потом, оп, у нас начало появляться там все это оформление. Вы знаете, у наших партнеров нашего проекта есть одно замечательное такое вот слоган, я бы назвала его «Климонаду чудо». Знаете, там очень хороший такой. Он звучит именно так. Не ждите чуда, чудите сами. И спасибо, что у наших партнеров вот появилось... Именно они пришли к нам, предложили нам помощь. Мы понимаем, что этот проект никогда бы не реализовался без людей, которые выразили, ну, согласие помочь нам, потому что процесс действительно не только Иргайорки, но он все-таки и финансово, блин, был затратный. И здесь мы получили поддержку очень многих людей. И вот у наших партнеров вот не ждите чуда, чудите сами. На самом деле вот мы с этим и шли, и к лесорубам-то мы приехали в лес. Почудите. Именно с этим. Я говорю, нет, ребята, давайте так, не ждите чуда, делаем его собственными руками. Так, и с Игорем было, и со всеми остальными. Хочу задать еще вопрос по поводу обилия дедушек морозов, дедушек морозов, которые... Вот у нас резиденция работает, вот эти дни будут дальше работать, вот в январе. И, конечно же, к нему будут приезжать его друзья, скажем так. Друзья. Да. Да, очень интересно, хочется же на всех посмотреть. Потому что мы вот так подумали, и у нас придумалось... Татьяна Викторовна такая... Во-первых, не у меня придумалось. Не у вас даже? Не. Ну, а у кого? Насколько я помню, самый главный новогодний персонаж нам на ушко подсказал. А, да, да, это же да, да. Санта-Клаус был недавно, со своим караваном. Да, а теперь у нас будут аж пять друзей, пять Дед Морозов. Это и финский Дед Мороз, и это там и чувашский, и татарский, какой еще забыл, и икутский. Из Якутии приедет Чистан, да. Да, Дед Морозы. И вот они будут в разные дни приезжать. У нас один Дед Мороз приедет второго числа, там, в первые половины дня. Еще три приедут четвертого числа. Якутский приедет шестого числа. Вот они будут приезжать. Их можно будет не только внутри увидеть. Это будет еще и для тех, кто снаружи гуляет, они увидят, что вот и наш Дед Мороз выйдет навстречу, и вот гость приедет. Они приезжают не просто так, там, кто приезжает на упряжки с хаски, кто приезжает на лошадиные упряжки, там, на олене упряжки. То есть они вот как-то вот волшебным образом появляются, появление эти что-то там происходит. Ну, и у каждого своего Деда Мороза свои какие-то конкурсы, какие-то вот свои... Свои национальные традиции. Потому что, понимаете, три новогодних, три Деда Мороза, которые представляют, да, совершенно разные национальные культуры. Ну, культуры не только Поволжье, но и Российской Федерации, конечно, когда мы с Дедом Морозом об этом думали, ну, вот согласились трое. В следующем году их, может быть, и больше. И приедут они, конечно, со своими тоже помощниками. И вот это наши национальные коллективы, которые тоже согласились приехать в этот день. У усадьбы стоит сцена, поэтому здесь и интерактив постоянный происходит с родителями и ребятки, которые пришли. Потому что есть время ожидания, мы понимаем, мы уже видим эту картину, время ожидания есть. Поэтому, конечно, еще раз очень хочется сказать, что работаем, да, пропускная способность, это вот через каждые 10 минут у нас, получается, заходит группа, чтобы максимальное количество людей могло пройти. Поэтому, конечно, благодарны тем людям, которые понимают, что, да, немного надо постоять пока еще в очереди, подождать, пока сформируется группа. Поэтому и работает у нас еще одна сценическая площадка, где скоморохи уже, разговаривается аудитория, песню поет, идет небольшие выступления, поздравления. Помимо этого есть еще там горка вот прям рядышком напротив, есть еще елка с этими красивыми, если видели уже, да, и ледовая скульптура, надпись Самара, это все горит и сверкает. И скрыться, то есть просто там стоять, ждать площадь. Есть чем заняться и паровозить на площади. Мне кажется, каждый день можно на площадь Куйбышева приходить, да, и вот несколько часов там сейчас, а завтра другая. Ну да, потому что у главы города совершенно в этом году был иной подход к тому, чтобы поиначе взглянуть на площадь Куйбышева. Какие-то моменты, которые ранее мы не смогли реализовать, мы в этом году попробовали, да, люди нашлись, которые согласились эту работу сделать. То есть горка встала, да, она большая, интересная. То есть на ней можно кататься, такого давно уже не было на площади Куйбышева. Здесь опять же, возвращаясь к вопросам, все сейчас очень стало, с точки зрения безопасности должно быть все выверено и правильно. Поэтому катки работают в своем режиме, они практически круглосуточно работают. Музыка на катках играет, вот, весьма спокойно, аккуратно, потому что в прошлом году были замечания, иногда сбой в системе происходит, и она достаточно громко играла и уже в ненормативное время после 11 часов. Поэтому все, конечно, методом проб и ошибок, но результат сейчас получился очень неплохой. Ну и застраивать всю площадь Куйбышева тоже, наверное, не совсем правильно, потому что не остается места даже для свободной прогулки. Вот. Ну а дальше уже будем думать, 2017 год, придут новые идеи, и уже будем дальше их реализовывать. А вы к следующему году готовитесь? С какого? С 9-го начнете готовиться января? Вообще говорят, как это? Готовься они летом, да, потому что потом уже приходит 26 февраля еще Масленица, это отдельные проекты, и надо к нему опять готовиться. Потом, у нас же все достаточно плавно, потом мы встручаем майские праздники, после майских праздников мы готовимся уже к дню города, после дня этого. Это я по основным ключевым событиям в календаре, а есть еще промежуточные, потому что культурных событий в городе происходит достаточно много, и не всегда мы даже успеваем вам рассказать и все показать. Они же разные по своей массовости, но так, основные-то ключевые этого года были у нас очень яркие события. Опять же, напоминаем, что о них мы вспомним новогоднюю ночь на площади Куйбышева. Еще не могу тоже не задать вопрос насчет, вот вы сами, вот мы-то понятно, мы отдыхать придем 31-го на площадь, на праздники, на все. Я так понимаю, что у вас какие-то еще и дежурства будут, да, кто ответственный там за какой день. Вы вообще отдыхаете когда-нибудь, или у вас вот это все вот, вам главное, чтобы мы хорошо отдохнули? Попробуйте ответить сначала, вы. Нет, ну вот правильно, в тот раз сказали, что кто же видит там в 5-6 утра 1 января площадь. Да, вот я тоже подумала об этом. Да, мы работаем, но честно говоря, мы уже как-то так, вот лично о нас, честно говоря, мы как-то уже так привыкли. Новогодняя ночь, площадь Куйбышева, мы работаем, праздник вокруг идет, и это реально идет. И я вот так вот сейчас думаю, что, ну, когда-то я сидел дома там, да, смотрел там «Голубой огонек» там или что-то еще. Ел салаты, селедки, салаты, да. Не знаю, что лучше, потому что есть, конечно, какие-то дни, когда вот между вот этими многими крупными мероприятиями есть процесс отдыха там какой-то. Вот, но, честно говоря, я бы не променял бы вот эту новогоднюю ночь на площади, работая, вот, на какой-то домашней посиделке. Может быть, пока не променял, может, там через сколько-то лет-то уже скажу, ну, нет. Вот, но теперь, вот сейчас это интересно, это прям правда, потому что, помимо всего прочего, вокруг тебя же еще люди, а люди, которые, ну, хорошие люди, правда хорошие, потому что они работают, они веселятся, они праздник создают и отдают туда прям вот людям, которые здесь тоже пришли там посмотреть, там, вот, как вы говорите, я приду 31-го, да, вот, а у вас дежурство. Да нет, нет такого ощущения, что дежурство. Вот в процессе подготовки, да, вот мы особенно, когда вот новый проект вот этот делали, мы там не знали, что да, там вот такое что-то, а вот сейчас, когда все это пошло, это праздник. Спасибо вам огромное, что пришли, ждем с нетерпением завтрашнего дня и самой волшебной ночи в году. И все-таки я еще скажу, что если говорить о нашей с Игорем работе, да, что мало кто видит, конечно, что стоит за этой работой, да, но когда ты видишь радость, и ты делаешь это все по имени добра, да, и когда ты видишь глазки детей, да, замечательные отклики зрителей, можно по-разному относиться, кому-то нравится, кому-то не нравится, всегда есть соединение, и всегда найдутся те, которые бы сделали лучше. Я могу сказать, просто мы любим свою работу. И это прекрасно. И это прекрасно. Спасибо большое. С наступающим Новым годом, друзья. До следующего года. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»